приветствую всех на канале разносторонние интересы сегодня я второй день делаю воскотопку паровую чтобы воск вытопить что решил сделать так как пчелами уже долго занимаюсь воскотопки все нету все солнечное перетапливал черной суши нет не было то что пчел продавал чтобы обновить сушнину хоп там семьи ну вот пришла короче пора надо сделать воскотопку хоть и кури и вчера я начал делать так как сейчас мороз на улице все равно работы не я к нему что рассказать делая воскотопку по быстрому без всяких заморожек сделал деревянную основу тумбу такую в этой тумбе у нас стоит бачок со стиральной машины алюминиевый снизу его от выход таки внизу получается выход где-то 28 миллиметров сюда я одену трубку кусочек здесь под низом будет ведро стоять все а выбрал алюминиевый бачок хотел с нержавейки но как вы знаете стиралках с нержавейки под ручки дырки есть потом под вал этот что крутить лопасть эту что белье переворачивая тоже там много дырок по кругу крепить закрепливать наверх такая штука алюминиевая а здесь в этом агрегате получается всего лишь один выход от подвал внутри бронзовая втулка была покажу все эту систему я заглушил пробкой резиновая пташу забил внутрь пробку обрезали еще подбив туда в глубину еще это такая вот штука получается втулка я хотел сразу выкрутить закрепать это отверстие подумал лишняя работа оставився как было это такая втулка с нержавейки и здесь нету отверстий чтоб прикручивать такая вроде помпы прикручивается это в баках с нержавейки в стиралках а здесь нету таких отверстий так что это удобный бачок с алюминиевым а вот сидел только что вам рассказываю подумал а если сюда подсоединить взять эту штуку с парогенератора шланг на выход только что будет снизу задувать парень а так получается у нас хочу сделать сверху вот мой парогенератор сделал его пару лет назад есть целая конструкция получается здесь вот образуется пар в топке топку труба заходит потом поднимается вверх это седой буду заливать и сверху сюда сюда дырку просверлю манометр и манометра нет у меня до буду манометр сделаю потом она так пробка без уплотнитель без ничего откручивается руками покуда седой заливать воду можно ну и также вот в пробке в этой сделать отверстие приделать сюда манометр можно потом поднимается у нас пар сюда здесь выход идет непосредственно с парообразователя самого этот вот столбок а вот 50 высоты то внизу еще закипает а а сюда чистый пар уходит он поднимается на этом выходе получается пар более такой как бы сказать мокрый пар а потом он проходит сюда вот здесь кожух идет вокруг трубы выхлопной эта труба кузова и выходит жару нас и получается сюда заходит этот мокрый пар и на этой трубе уже нагрет она раскаленная когда туда идет огонь получаться он заходит а здесь вот снизу выходит уже более сухой пар спичку даже запаливая мне есть на канале там где много обзор на парогенераторах его сделал вот перешли с темы воскотопки на парогенератор так короткая рассказала парогенераторы попробую сразу сухим паром топить воск будет сюда одеваться у нас с пвх такая труба толстая прозрачная так на молоко молокозаводах используется не знаю она выдержит температуру или не расплавится не расплавится если будет плавится то переделать на железную скорее всего ну а там посмотрим если не переделать на железную то сюда сделаю сгонку добудем топить уже таким паром влажным более они сухим ну вот будет у нас цвет парогенератора трубка одеваться она по диаметру внутренним получается вот так и того что в руках держу это около трех сантиметров всю эту систему я хочу вот приварить к листу нержавейки такому круглому и отсюда вот от парогенератора видят шланг одеваться хотел сразу грабить так вот так сейчас я поставил ну он шланг толстый там 5 миллиметров а стенка то неудобно будет загинать его наверное то что парогенератор ниже стоит а здесь воскотопка сама наша будет выше она мне по пояс получается где-то сантиметров 80 даже около метра метр будет атаку высокую сделав что снизу было можно поставить ведро хорошие 20 литровая объем большой был и скорее всего что я буду делать так вот привару к листу нержавейки эту трубку срежу под угол и привару так вот сюда чтобы она под 90 градусов выходила и будет удобно тогда где удобно одевать трубу сюда и будет сюда заходить то что если вверх будет вот так смотреть то получится что надо будет заворачивать так шланг так как он толстый не удобно ну что насчет этого рассказал что тут планирую сейчас покажу что внутри у нас вот получается такой лист нержавейки у нас нержавейка не тонкая где-то миллиметра два два с половиной двоечка точно мне не магнитная нормально внутри совсем у нас все просто получается внутри я сделал такую вот сетку долго не мудрил хотел с алюминия сделать на сверлить дырок так как время займем много да и дырки сверлены я не знаю как будет пропускать воск я выдрал со старого холодильника сзади радиатор охлаждения такой же стеной и с просечками под наклоном здесь шла трубка такая вот змейкой охлаждения выдрал просто выбросил и вот эту решетку просто положим сюда во внутрь это вот у нас отверстие то что я говорю заглуши все может снаружи отсюда то есть снаружи внутри бачка заглушу немного чтоб воск туда не затекал или силиконом за силиконом будет надежнее даже и получится у нас будет воск отсюда сбегать сюда вот в отверстие а там уже в ведро посмотрим как эта сетка все покажет она вот такая вот черная металла покрашена какой-то эмалию черный даже уже ржавет начало ну что думаю воск не будет просыпаться функцию свою выполнять будет эта сетка у нас просто может здесь отверстие оно получаться на расстоянии но если не это короче можно поднять пару прутиков что подложить чтоб ровнее было она немного и все и где у нас здесь воска лежать объем где-то ведра на 3 а а сверху накрываться крышка и я вот к этой вот крышки от фото генератора будет идти труба а здесь вот и где кантик идет бортик он был так загнутый полукругом я здесь просто молотком выпрамили вот на плоскости этой на деревянной и все прокрутим его по кругу выпрами здесь нашли немного не очень так что здесь на алюминии идет выправил здесь у нас воскасть плоскость получается есть не уплотнитель дверной он такой внутри полы резиновый я его просто по кругу наклеить сюда этот уплотнитель он липкий с одной стороны наклею и на этот уплотнитель вот будет ложится крышка с нержавейки сразу я хотел грабить у меня есть где-то миллиметра 4 металл черный правду с понтонов что сказать всем снарады на реке на дорогу я нашел уже годов десять лежит он такой более овальный но тяжелый более ровный конечно то что нержавейка немного такая есть деформация но после того как уплотнитель положу по кругу информация это особой роли играть не будет это одно другое что можно вот прикрутить сюда даже завесика на этой стороне прикрутить завесика что показываю на углу то что тут получится если я прикручу то здесь неудобно прикрутить здесь завесика такое чтоб держалась и будет крышка вот так подниматься опускаться я наверно не буду потому что когда будет шланг идти до этой все равно неудобно будет поднимать когда будешь поднимать он будет согинаться получше атаки оставлю просто она тяжелая немного положу уплотнитель там такой полый объемный немного около сантиметра то признется хорошо пару кирпичин положить чтобы уже надежнее жало не пропускало думаю свою функцию здесь полная сегодня то варить уже некогда так что не буду уже это дело делать а сегодня вытащил на улицу тут подогнать спланировать что как завтра обвару все дело да будем вот пробовать топить сам бачок я обкручу теплить алюмики мне гусь можно вафином или чем короче найду вообще-то думал если зашить все это дело по кругу от фанерой и пеной монтажной пару баллонов загнать он будет как бы пенят он будет совсем хорошо а здесь вот с этого где навоз к выход трубку выгнать тоже запенится все и будет температура держаться хорошо вот так на будущее посмотрим как повезет это вот сетка внутри бака скорее всего что нормально будет нет так буду уже делать тогда ну будешь сам я вообще-то буду переделывать эту сетку то что это конечно не сетка что же на металла сделаю обод с нержавейки и к нему прикрепают тонкую сетку такую вот как на фильтр и на скважине на воду из поле с нержавейки сделаем но это уже потом я делаю уже наспех то что обрезал где-то с рамок двадцати больших что четыреста тридцать пять на триста на обрезала воска то надо перетопить потому что в том году я растопил бачки так он стоял зимой а весной много дел было работы и короче завели еще мне там мухи яиц наложили черви по мозге а так и выбросил там прилично обрезана было около 40 рамок ну да был правда 100 воска килограмм пару всего лишь еще так что в этом году растапливать а воск не стал заранее в бачке обрезанный стоит мне вот обрезанный будет стоять покуда зима мороз больно заедется так что не беспокойся ну вот я на днях сделаю воскотопку подгоню все это дело здесь обрежу немного эту трубу на выхлоп обрежу и одену еще на его вот лежит длинная такая метра 4 то что в это отростка на метр тяги не хватая на эту грубу она приличная размера такого размере у меня на эту на парогенератор есть там видео на канале сейчас рассказывать не буду так что сделаем процесс уже октопить блюсь нему кому было интересно ставьте лайк и будем уже заканчивать всем удачи до свидания